В городе Талдыкурган впервые состоялся форум для воспитанников детского дома Айнолайн. В целях поддержки выпускников воспитательных учреждений региона был организован специальный конкурс, по результатам которого победители получили мини-гранты в размере 1 миллиона тенге на реализацию своих стартап-проектов. О подробностях этого мероприятия расскажет наш корреспондент. Учись, трудись и стань успешным. По таким девизам общественное объединение областного общества лиц инвалидности области ЖТСУ провели тренинги по личностному росту и ознакомительные встречи с социальными службами для воспитанников детских домов. На диалоговой площадке была представлена информация, с помощью которой участники в будущем смогут самостоятельно осуществлять свои жизненные цели. Подростки воодушевляются историями известных выходцев детских домов, таких как Уко Шанель, Марлин Монро, Стив Джобс и многих других, преодолевших немало трудностей на своем звездном пути. По заказу Управления общественного развития мы выиграли грант через Центр поддержки гражданских инициатив. В рамках проекта мы реализовали много мероприятий. Это информационные встречи, билдинги, тренинги, семинары. Проект создан для того, чтобы дети социализировались в обществе, чтобы они могли в дальнейшем, когда уже выпустятся из детского дома, знать определенные свои цели, понимать, куда им нужно пойти, где зарегистрироваться, как получить жилье. Детский дом Айналайен в этом году окончили 70 детей. 20 из них обучаются в высших учебных заведениях, а 50 в среднеспециальных. Все воспитанники принимают участие в разнообразных мероприятиях и конкурсах. Мы ими очень гордимся. Также планируется организация еще нескольких форумов в городе Талдыкурган. Для победителей конкурса «Шаг вперед» были выделены 4 мини-гранта в размере 1 миллиона тенге. В свою очередь они призвали младшее поколение развиваться, не бояться рисковать и смело идти к своей мечте. Под занавес мероприятия была представлена небольшая концертная программа, по завершению которой каждый участник получил небольшой памятный подарок. Я являюсь выпускником с Кодом Айналайна. Я выиграла в проекте «Миллион тенге» на развитие правильного питания. Сейчас в нашу эпоху очень большое развитие ожирения, всяких заболеваний, поэтому я специализируюсь на правильном питании. Мы благодарны за такие проекты, потому что, так как мы выпускники из детских домов, у нас нет богатых родителей, нет родственников, которые могут нам помочь. И мы очень благодарны, что государство и добрые люди, спонсоры, не забывают про нас, про опыт сегодняшнего дома и выделяют для нас такие замечательные гранты. Все зависит все-таки от детского дома, все зависит от того, какую политику ведут внутри детского дома, и все зависит, какое воспитание они дали. Потому что детей, они поставили себе цель, они поставили себе задачу, и они идут по своей цели до конца. Если в этот период взрослые в детских домах не будут поддерживать наших детей, то тогда все вот это, весь его шаг, он будет бессмысленным, по сути. Поэтому и детский дом, и неправительственные организации, власть должна друг друга поддерживать. Наряду с этим спикерами мероприятия были подняты актуальные проблемы самореализации выпускников детских домов, которые уже обсуждаются на парламентском уровне. Также организаторы мероприятия обратились к молодым людям с призом к более активной гражданской и социальной позиции. Ведь в настоящее время для молодежи созданы все условия для реализации своих идей.